Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о очень важной теме, о вычислении в сводных таблицах. Сегодня мы посмотрим, какие бывают вычисления, да, как мы можем манипулировать с формулами и функцией в сводной таблице, и, соответственно, самое главное – находить проценты. Итак, сначала давайте ознакомимся с данными. Данные у нас сегодня по прокату автомобиля. У нас есть модель, год выпуска, цена на автомобиль, соответственно, пробег, усилитель руля имеется или нет, подушки безопасности, коробка передач автоматическая или механическая, кондиционер и, соответственно, стоимость аренды. То есть, если человек берет на сутки, цена будет 21 тысяч за сутки, если взять, допустим, Альфа-Ромео. Эти цены были в 2017 году. В 2020 году цена, допустим, 30. И в общей сложности этих данных у нас 424 позиции. Окей, задача номер 1 заключается в следующем. Нам необходимо одну и ту же таблицу, которая у нас построена. То есть, видите, есть название строк, есть сумма по полю стоимость. Добавить также максимальную и минимальную стоимость. Для этого нам необходимо перейти в поля сводной таблицы, взять поле со стоимостью и еще раз перенести в значение. Соответственно, это у нас будет максимальное. И, соответственно, еще раз, это будет минимальное. Выделяем поле, выбираем итоги по и выбираем, соответственно, максимум. И то же самое мы здесь делаем то, по минимуму. То есть, мы видим, что у Альфа-Ромео максимальная была позиция 390, да, по стоимости. Это брали на 10 дней. И, соответственно, минимальная, это 28, соответственно, брали на 1 день. Окей. Следующая задача заключается в том, что нам необходимо добавить столбец с амортизацией в сводную таблицу. Можно ее добавить, в принципе, в данные. Да, изменить диапазон и подтянуть сюда. Мы сделаем немного по-другому. Мы добавим столбец с амортизацией в сводную таблицу. Известно, что она 20% от стоимости аренды. И показываем список формул, которые мы использовали в сводной таблице. То есть, мы добавим поле в сводную таблицу. Будем использовать его для просмотра данных. Далее мы возьмем, удалим это поле. И, соответственно, все это запишем. Выбираем вычисление. Поле элементы набора. Вычисляемое поле. Называем имя амортизация. Далее. Если нам необходимо амортизацию посчитать в рублях, соответственно, если мы стоимость умножим на 20%, то она у нас превысит количество знаков после запятой. Поэтому мы будем дополнительно еще использовать функцию округл. Выбираем округл. Данная функция у нас округляет нужное нам число на количество знаков, которые мы укажем. То есть, мы написали округл. Дальше нам необходимо взять поле стоимость. Для этого двойным щелчком нажимаем по нему. Умножаем на 20%. Можно написать так. Можно написать 0,2. И после точки с запятой указываем количество знаков, которые нам необходимы. Так как мы считаем в рублях, нам необходимы два знака после запятой. Закрываем поле. Нажимаем добавить. Нажимаем окей. Видите, да, сумма по полю амортизации. Для того, чтобы показать список формул, мы должны зайти в вычисление, поля элементы набора, вывести формулу. Здесь у нас формула. Далее. Порядок вычислений. Если у нас было бы несколько формул, мы могли бы здесь выбрать, посмотреть, да, что по каждой формуле. И порядок решения. 1, 2, 3. Чтобы поменять порядок решения, мы можем в сводные таблицы зайти в анализ, вычисление, поля элементы набора. И тут порядок вычислений, соответственно, поменять. И заключительным действием задачи 2 нам необходимо удалить поле амортизации. Для этого мы заходим в вычисление, поля элементы набора, вычисляемое поле. Здесь в имени выбираем поле амортизации. И нажимаем удалить. Окей. Отлично. Итак, сейчас поставьте видео на паузу. Поставьте лайк под него. И напишите комментарий с ключевыми словами. Сводная таблица. Сводная таблица в Excel. И, соответственно, сводная таблица просто. Окей. Отлично. Следующая задача заключается в нахождении процентов. Проценты у нас также бывают нескольких видов. Давайте разберемся поподробнее. Нам необходимо найти процент пробега москвича от общего пробега. То есть, у нас есть машина москвич. Есть ее пробег. Нам необходимо определить, сколько пробег москвича составляет от суммы общего пробега. Для этого мы нажимаем правой клавишей и выбираем дополнительное вычисление. И здесь нажимаем процент от общей суммы. Процент от общей суммы находится по принципу «меньшее делится на большее» и умножается на 100. Окей. Теперь мы знаем, что пробег по москвичу составляет 4,08%. Помимо этого, также мы можем найти пробег по строке. Допустим, давайте правой клавишей дополнительное вычисление без вычислений. К примеру, нужно определить, сколько пробег у аудио с кондиционером отличается от аудио без кондиционера. То есть, какой процент покупателей берет больше без кондиционера, чем с кондиционером. Для этого выбираем правой клавишей, выбираем дополнительное вычисление и выбираем процент от суммы по строке. То есть, видим, да, практически на 10% разница у покупателей. И, соответственно, пробег по столбцу. Если мы выберем пробег по столбцу, тогда мы посчитаем, какой процент составляет аудио без кондиционера от общего списка машин, которые берут в аренду. Без кондиционера. Выбираем дополнительное вычисление и выбираем процент от суммы по столбцу. То есть, 1,36. Также у нас по кондиционеру появился столбец. И, соответственно, по общему итогу. В зеркальном отражении работает доля. То есть, если нам необходимо найти долю от общего пробега по москвичу, мы выбираем москвич. Далее мы выбираем правой клавишей дополнительные вычисления. И выбираем доля от родительской суммы. Как мы видим, результат получился странным. Для того, чтобы получить долю от родительской суммы, нам необходимо кондиционер перенести под модель. Тем самым у нас получится промежуточный итог. Да, и, соответственно, от этого промежуточного итога у нас посчитается доля. Окей. Окей. Теперь возвращаем столбец на место. Выбираем правую клавишу. И обратите внимание, что если мы посчитаем долю по строке, да, у нас она посчитается по столбцу. Видим. Да. И, соответственно, если обратное действие по столбцу, тогда будет посчитано по строке. Окей. Я думаю, теперь разница понятна. Да, то есть мы можем считать от общей суммы по строке по столбцу. Или находить долю. Да, действуют они плюс-минус одинаково. То есть в зависимости от строения сводной таблицы мы должны использовать или долю, или процент от общей суммы. Задача номер пять заключается в том, что нам необходимо посчитать выручку с нарастающим итогом. То есть у нас есть года. И для того, чтобы посчитать выручку с нарастающим итогом, мы также заходим в правую клавишу и выбираем дополнительные вычисления. Далее выбираем с нарастающим итогом в поле. И выбираем поле, по которому будем считать. Соответственно, по годам. Видим. Результат. Да, то есть она у нас посчиталась с нарастающим итогом. Общей итога не будет, потому что в 2020 году у нас заключительный, да, соответственно, это и есть общий итог. Также мы можем посчитать с нарастающим итогом в процентах. Ок. Видим результат. Да, 17, 39, 63. То есть они плюсуются друг за дружкой. И, соответственно, мы можем находить отличия. Отличия – это разница между двумя числами. То есть, можно находить количественные отличия, можно находить процентные отличия. Вопрос звучит так. Найти количественные отличия 2018 года от всех. То есть мы выделяем 2018 год. Правой клавишей нажимаем. Выбираем дополнительные вычисления. И выбираем отличия. Год 2018. То есть здесь два поля. Ок. И у нас показано, насколько каждый год отличается от 2018. Если нам необходимо найти процентные отличия, тогда мы заходим в дополнительные вычисления. Убираем приведенные отличия. И, соответственно, здесь выбираем год 2018. И у нас показывается разница в процентах от 2018 года. Ок. И заключительной задачей на сегодня у нас будет задача по сортировке. То есть в сводных таблицах по принципу функции Run можно показать, какой элемент находится на какой позиции в столбце. Для этого мы выбираем правой клавишей дополнительные вычисления. И выбираем сортировка от минимального к максимального. То есть у нас первая будет самая маленькая. Максимальное значение у нас будет самое большое. Нажимаем ОК. И видим результат. То есть в первом столбце минимально было у Chrysler. Да, во втором у Peugeot. Давайте выберем без вычислений. И посмотрим результат. Chrysler 7. Да, все верно. И, соответственно, мы можем сделать обратное действие. Это от максимального к минимальному. Ок. Да, самое большое значение, соответственно, у нас по ВАЗу. На этом сегодняшнее занятие закончено. Поставьте лайк, напишите комментарий, сводные таблицы, сводные таблицы в Excel. До следующей среды. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok